Всем привет, мои дорогие котята! С вами Мурка Дикая Кошка. Сегодня у нас на обзоре вновь 3D фигурки с карамелью Wings Club по 7 сезону Превращения Тайдикс. Да, в этот раз на обложке Стелла из 8 сезона. Также вся коробка оформлена в стиле 8 сезона. Здесь Блум, здесь Флорик, 3 феи, которые... Коробочки в этот раз пришли немножко измятые, но ради вот этой вот Музы, которая сейчас у меня в центре внимания, в Тайдиксе, я решила купить еще две, так как коробочки, собственно говоря, все очень годные. Напомню, что в этой коллекции есть все феи в потрясающем Превращении Тайдикс. А также, ребят, очень советую посмотреть обзор на такую же фигурку. Не помню, кто точно у нее, но на канале Дикой Волчицы есть обзор на куколку из этой коллекции. Стоит такая куколка, точнее, такой наборчик 170 с чем-то рублей на Wildberries. Так что, ребят, ноги у руки и заказывайте. Так они там по 300 рублей, по-моему, одна коробочка. Но я думаю, что цена 170 на того стоит. Ну что, ребят, давайте начнем распаковочку. Итак, ребят, немножко переехала для того, чтобы было более удобно и более детально рассмотреть саму распаковку. Ну что, первая справа от меня. Давайте рассмотрим еще раз коробочку. На коробочке нарисованы все шесть фей в Тайдиксе. Категория 3+. В наборе карамель с игрушкой, как в прошлый раз выяснили с музой, это всего лишь чупа-чупс. Ну, собственно говоря, карамель, как я вижу, с молочным вкусом. Ну, я попробую, скажу свое мнение в описании. Я надеюсь, вы туда зайдете и посмотрите. Слева от коробки... Точнее, да, слева. Слева на коробочке арт с Блум в космиксе. Спереди мы видим Стеллу. Изболку моя любимая Флорочка. Я удивлена, конечно, что коллекция по седьмому сезону, но арт восьмого сезона очень удивлена, если честно. Но, собственно говоря, не нам выбирать, а выбирать производителем. Ну что, давайте начнем распаковочку. То, что она немножко помятая, она помятая приехала уже ко мне. То есть, ну, сами видите, дефекты. Я не подсматривала, честно говорю. Поэтому для меня этот, как и для вас, будет большим сюрпризом. Итак, ребят, спойлерить сразу не буду куколку, потому что она там в открытом состоянии. Первое, что я нахожу, это чупа-чупс. Кстати, ребят, вот на удивление, вот этот вот чупа-чупс, сейчас я его распакую, покажу, какой он из себя. Вот такой. Где камера? Камера. Камера. Можно тянуть на 3 секунды? И вот так. Вот такой чупа-чупс. Кстати говоря, я думаю, что он вкусный. Очень думаю, что он вкусный. Потому что в прошлый раз с музой попался мне именно такой вкус. Ну, именно вот такого зеленого цвета. Он был яблочный, а я люблю яблоки. Итак, вот такой чупа-чупс. Второй показывать тоже, наверное, буду. И ба-ба-ба-бам. Барабанная дробь. Камера. Барабанная дробь. Кто же там? Ребята, там Стелла. Стелла. Девочка-красавица Стелла. Итак, давайте мы ее варварским способом... Я люблю варварский способ. И достанем. И, собственно говоря, посмотрим на ней. Смотрите. В этот раз, в этот раз, ребят, лицо более детальное. В отличие от музы. Она более какая-то прорисованная, что ли, ребят. Блин, она красивая. Ну, Стелла изначально красивая фея. Итак, давайте приделаем ей красиво крылья. Оп, мне уже страшно. Ребят. У меня здесь поломочка, ребята. Сейчас вот увеличу, покажу. Вот этот хвостик. Вот там снизу. О, кошмар. Ну, ладно. Давайте приделаем ей крылья и, наконец-то, поставим ее бедная Стелла. Ее так жалко. Она такая красивая. Сейчас без волос останется. Так, ты, может, ставишь сегодня? Ребят, секунду внимания, как говорится. Сейчас немножко ей... И я думаю, что вот так. Она смотрится гораздо круче. Она реально что-то уже смахивает на персонажа из мульта. Еще старых времен и народов. Подставочка такая же, кстати, как у Музы. Причем у Музы я уже сломала. У меня получилось не совсем то, что я хотела. Но да ладно. Итак, ребят. Вот она, Стелла. Просто шикарно. Вообще, вот отклад. Минус. Сразу вижу, что она так же, как и Муза, падает. Давайте поставим девочку сюда. Вот так вот. Ребят, она шикарна. Вот сейчас я вижу, насколько она шикарна. Да, и ты шикарна. Ну что, давайте откроем второй. Итак, опять же, на коробочке Стелла, Бум, Флора. Показано все, что здесь есть. Ну, давайте. Ребят, вот у меня уже сейчас ощущение такое, что сейчас будет что-то необычное, что-то красивое. Не знаю, вот меня что-то так тянет вообще на это дело. Итак. Опять же. Карамель. Я с этими чупиками. Ладно, беда. Ребята. Бам-бам-бам-бам-бам-барабанная дробь. Кто же там? Кто же там? Ребят, кто же там? Коробка, да? Нет? Нет там никого. Я шучу. Ребят. Ребят, просто потрясающая. Плум. Огненная фея. Можно мне камеру, пожалуйста, в кадр? Вот такая фея. Ребят, она просто великолепно сделана. Опять же, детализирована, как и Стелла, как и Муза. Но у Муза почему-то глаза расплываются, все расплывается. А у этих прям вот все такое нежное, красивое, шикарное. Ну что, ребят, варварский метод. Блума, я тебя вскрываю. Мать моя женщина. Ну да ладно. Вот такая красавица у нас. Еще раз покажу. И давайте же поставим платформу совершенно такая же. Только ножки по-другому расставлены. Ой, не в ту дырочку сую. Так, пошляйте, она сразу отклоняется про дырочки. Ладно, ребят? Чтобы не было. Ну что? Как вам фея огня дракона? На, 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 красавица, на? Вы же хотите сказать, где ее крылья? А вот они летают тут где-то. Давайте попробуем установить. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Фея огня дракона. Фея яркого солнца. И фея музыки. Так, муза не вписалась чуть-чуть. Вот сюда Ребят, вот она Троица красавицы Вообще шикарная Безумно нравится, безумно рада И счастлива, что у меня есть три феи А осталось достать Флору Текну И Лейлу Ребят, если вам нравятся такие обзоры Ставьте лайки, пишите комментарии Всем до встречи в следующем видео И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok